Америку тем временем захлестнули голливудские протесты. Впервые накануне «Оскара» митингуют те, кто создавал номинированные на премию фильмы «Чем возмущены и чего хотят». Об этом знает Дмитрий Анопченко. Он следит за событиями в Лос-Анджелесе. В Лос-Анджелесе в последнее время столько митингов и демонстраций, сколько, по-моему, за последние несколько лет не было. Люди выходят на улицы, и к этому все, в принципе, уже привыкли. Но сейчас произошло событие, на которое просто нельзя не обратить внимания. Ведь вместо того, чтобы готовиться к «Оскаровской» церемонии, на протесты выходят киношники. Когда протест похож на дискотеку, значит, за дело взялись профессионалы. Крупное голливудское актерское агентство в этот день обычно приглашало друзей и коллег на вечеринку, чтобы поговорить о планах и обсудить претендентов на «Оскар». Но теперь разослало приглашение собраться совсем по другому поводу. Рукописные плакаты «Нет стене» и «Нет запретам для эмигрантов». Очень точно передают, чего хотят эти люди. Для кино здесь никогда не было границ. Когда фильму требовался оператор, осветитель или каскадер из любой страны, их приглашали. Расстояние визы не помеха. Но теперь даже номинант на «Оскар» режиссер из Ирана обращается к собравшимся по видеосвязи. Ведь его страна тоже в черном визовом списке. Коллеги его поддерживают. Мы тут, чтобы доказать, когда речь о свободе для актеров, неважно, какого ты пола или расу, какую религию исповедуешь, мы просто должны стоять друг за друга. За выступление с трибуны тут запросто можно «Оскара» давать. Настолько они эмоциональны и драматичны. Актриса Джуди Фостер, звезда фильма «Назад в будущее» Майкл Джей Фокс, они говорят, что не примут новую политику Белого дома. Мол, ограничения ударят и по Голливуду, поэтому вместе с остальными и вышли протестовать. Талантливые люди живут по всей планете. Кино — это мир, куда каждый может прийти, чтобы стать частью Голливуда. Даже сам факт, что один из номинантов на «Оскар» не может быть здесь сейчас, это просто нелепо. По правде говоря, Голливуд очень разделен. Тут жесточайшая конкуренция. Тут, увы, хватает зависти к чужим успехам. Но противостояние с эмиграционными новшествами неожиданно сплотило самых разных людей. Из тех, для кого «Оскар» не шоу по телевизору, а награда и за их работу. Ну и уже сейчас понятно, что только уличными протестами все не ограничится. В «Оскаровских кулуарах» поговаривают, что многие сейчас готовы пойти по стопам Мэрил Стрип. И если им присудят заветную статуэтку, то выйдя на сцену в прямом эфире, произнести не набор бесконечных благодарностей и банальностей, а политическую речь сказать. Случится ли это? И кто те люди, которых выбрали киноакадемики? Мы с вами узнаем в самое ближайшее время. До этого момента остается чуть более суток. Из Лос-Анджелеса Дмитрий Анопченко, Американское бюро телеканала «Интер». Американское бюро телеканала «Интер»